Доктор Айболит В корабле спасать рыбака отца Пенты. Послушай, что было дальше. Корабль вошёл в открытое море. Ава взбежала на палубу и крикнула доктору «Заксара! Заксара! Ксу!» На собачьем языке это значит «Смотри на мой нос! На мой нос! Куда я поверну мой нос? Туда и веди свой корабль!» Доктор распустил паруса, и корабль побежал ещё быстрее. «Скорее! Скорее!» – кричала собака. «Скорее!» Звери стояли на палубе и смотрели вперёд. Не увидят ли они рыбака? Но Пента не верил, что отец его может найтись. Он сидел, опустив голову, и плакал. Наступил вечер. Стало темно. Утка Кикка сказала собаке «Нет, Ава, тебе не найти рыбака. Жаль бедного Пенту, но нечего делать. Надо воротиться домой». И потом обратилась к доктору и сказала «Доктор! Доктор, поверни свой корабль. Едем обратно. Мы здесь не найдём рыбака». Вдруг сова-бумба, которая сидела на мачте и смотрела вперёд, закричала «Я вижу перед собой большую скалу! Вон там! Далеко-далеко! Большая скала! Скорей туда! Туда!» Закричала собака. «Рыбак там, на скале! Я чую его запах! Он там!» Вскоре все увидели, что из моря торчит скала. Доктор направил корабль прямо к этой скале. Но рыбака нигде не было видно. «Я так и знала, что Абва не найдёт рыбака!» Со смехом сказала Хрю-Хрю. «Не понимаю, как доктор мог поверить такой хвостунишке?» Доктор сбежал на скалу и стал звать рыбака. Но никто не откликнулся. «Гин-гин! Гин-гин! Гин!» Кричали Бумба и Кика. «Гин-гин!» По-звериному значит «ау!» Ау! Но только ветер шумел над водой, да волны с грохотом разбивались о камни. Рыбака на скале не было. Абва прыгнула с корабля на скалу и стала бегать по ней взад и вперёд, взад и вперёд, обнюхивая каждую трещинку. И вдруг она громко залаяла. «Кинеделин! Оп! Кинеделин! Оп!» Закричала она. «Кинеделин! Оп!» На собачьем языке это значит «сюда, сюда! Доктор, за мной! За мной!» Доктор побежал за собакой. Рядом со скалой был небольшой островок. Абва помчалась туда. Доктор не отставал от неё ни на шаг. Абва бегала взад и вперёд, взад и вперёд, и вдруг юркнула в какую-то яму. В яме была темнота. Доктор опустился в яму и засветил свой фонарь. И что же в яме на голой земле лежал какой-то рыжий человек, страшно худой и бледный? Это был отец Пенте. Доктор дёрнул его за рукав и сказал «Вставайте! Вставайте, пожалуйста! Мы вас так долго искали! Вы нам очень, очень нужны!» Человек думал, что это пират, сжал кулаки и сказал «Ступай прочь от меня, разбойник! Я буду защищаться до последней капли крови!» Но тут он увидел, какое доброе лицо у доктора и сказал «Я вижу, вижу, что вы не пират!» «Дайте мне чего-нибудь поесть, я умираю от голода!» Доктор дал ему хлеба и сыру. Человек съел всё до последней крошки и встал на ноги. «Как вы сюда попали?» спросил доктор. «Меня бросили сюда злые пираты, кровожадные, жестокие. Они не дали мне ни еды, ни питья. Они взяли у меня моего милого сына и увезли неизвестно куда. Не знаете ли вы, где мой сын?» «А как зовут вашего сына?» спросил доктор. «Его зовут Пента», ответил рыбак. «Идёмте за мной!» сказал доктор и помог рыбаку выбраться из ямы. Собака Авва бежала впереди. Пента увидел с корабля, что к нему идёт его отец и бросился навстречу рыбаку и закричал «Нашёлся! Нашёлся! Ура!» Все засмеялись, обрадовались, захлопали в ладоши и запели «Честь тебе и слава, удалая Авва!» «Удалая Авва! Честь тебе и слава!» Одна только хрю-хрю стояла в стороне и печально вздыхала. «Прости меня, Авва!» сказала она. «Прости меня за то, что я смеялась над тобой и называл тебя хвостунишкой!» «Ладно», — ответила Авва, «я прощаю тебя, но если ты ещё раз обидишь меня, я откушу тебе хвост!» «Я откушу тебе и слава, я откушу тебе и слава, я откушую тебя!» Продолжение следует...